Интернет-магазин Вашу жалобу без внимания можно идти в суд Однако судебные издержки, как правило, в несколько раз дороже, чем сам товар, из-за которого и начался спор Поэтому из 43 жалоб до суда доходит лишь одна Из-за этого и было решено создать промежуточную площадку Часто онлайн-магазины не выходят на обратную связь с покупателями СРО сможет в досудебном порядке блокировать сайты Таким образом, владелец такого магазина сразу объявится Кроме того, в новом статусе АКИД хочет разработать ГОСТы Например, на портале необходимо будет указывать реквизиты Кроме того, СРО создаст фонд, из которого будет выплачивать ущерб покупателям разорившихся магазинов Планируется, что членство в саморегулируемой организации будет обязательным, но не бесплатным По некоторым данным, ежегодный взнос может достигнуть 700 тысяч рублей Однако такой взнос могут сделать лишь крупные игроки Давайте послушаем, что на этот счет думают представители малого и среднего бизнеса Считаю, что для малого интернет-бизнеса это не нужно Логичнее будет для них создать свою собственную саморегулируемую организацию А входить на условиях крупных игроков рынка саморегулируемой организации Это просто задавить малый и средний бизнес Пускай саморегулируемая организация данная образуется именно для крупных игроков Для АКИДА самого Они будут разрабатывать правила взаимодействия со своими клиентами Правила размещения интернет-магазинов в сети и так далее А для малых и средних им нужно, конечно, искать другой путь какой-то Потому что требования, которые АКИДА предъявляют интернет-магазинам Они просто задавят малый и средний бизнес Сегодня открылась аккредитация на российский инвестиционный форум в Сочи Напомним, главная инвестплощадка региона претерпела несколько значительных изменений Во-первых, теперь форум будет проводиться не осенью, а в конце февраля В следующем году это 27-28 число Как раз Сочи это самый пик зимнего сезона Во-вторых, форум сменил свое название Теперь он не международный, а российский В-третьих, изменились сроки Теперь форум будет проходить еще не двух дней, а не трех, как это было ранее И последнее, в этот раз форум пройдет в будние дни, понедельник и вторник Неизменным осталось лишь одно, Олимпийский парк Фальшивых денег в России стало меньше на 13% В этом году политические изъяли более 32 тысяч поддельных банкнот В нашей стране на 1 миллион купюр 12 подделок В Австралии этот показатель вдвое выше В Европе в 4 раза больше 48 купюр В Великобритании на 1 миллион банкнот 75 фальшивых Это в 6 раз больше, чем в России Вот еще интересные данные за третий квартал этого года Чаще всего фальшивомонетчики подделывают пятитысячные купюры Таких было изъято более 8,5 тысяч поддельных банкнот номиналом Тысяча рублей, более пяти тысяч На настоящих пятисотрублевых купюр мало всего 420 штук Полицейские изъяли даже одну фальшивую монету номиналом в 10 рублей Самый сложный финансовый проект жизни почти каждого человека Это ребенок По мнению специалистов, дети это гораздо сложнее, чем собственный бизнес Из-за этого желание отдать ребенку самое лучшее Родители очень часто совершают массу ошибок Как их не допустить и как вырастить, скажем, успешного предпринимателя Буквально через несколько минут нам расскажет начальник отдела корпоративного управления Департамента инвестиций и развития малого и среднего бизнеса Краснодарского края Алексей Владимирович Белый А пока давайте посмотрим на график отпусков Следующая информация будет очень интересна руководителям компаний Осталось немногим более двух недель до нового года А значит, по закону график отпусков на 2017 год уже должен быть готов Кроме того, если на предприятии остались люди с неотгуленными отпусками Их туда необходимо отправить Иначе работодателю грозит штраф 50 тысяч рублей за каждого сотрудника Который так и не побывал на каникулах Кроме того, государственная инспекция по труду может обязать начальника Отправить сотрудников в их неиспользованные отпуска Значит, компания в один момент может вообще и остаться без работников Кстати, как показали исследования, именно неграмотное планирование отдыха Причина срыва многих проектов точнее сроков Конечно, далеко не все работники готовы заранее поделиться своими планами на отдых Здесь можно обратиться к Трудовому кодексу Персонал имеет право на каникулы в течение 28 дней А вот работодатель может установить, когда сотруднику отдыхать График отпусков — это локальный документ И работник не имеет права отказываться от его выполнения Но чтобы не обострять конфликтную ситуацию, можно пойти на компромисс И разделить каникулы на несколько частей Первыми на карту МИР переведут сотрудников в бюджетные сферы Такое предложение сделали в Минфине Сейчас проходит его публичное обсуждение Если поправки примут, то все работники, получающие зарплату из бюджета Будут получать ее исключительно на отечественной карте Для руководителей учреждений это значит, что придется перезагружать договоры с банками Последним придется выпускать достаточное количество карт Достаточное количество карт Ну что ж, на этом у меня все новости из мира страны и бизнеса А сейчас к нам присоединяется наш гость Спасибо большое, что пришли к нам так оперативно Мы из вас заждались Итак, спешу представить вам моего гостя Который сейчас находится в прямом эфире на телеканале «Кубань-24» Здравствуйте, начальник отдела корпоративного управления Департамент инвестиций и развития малого и среднего бизнеса Краснодарского края Алексей с прекрасной фамилией Белый Спасибо, добрый день Здравствуйте Итак, мы сегодня говорим о наших детях Начнем с распространенной ошибки Будут дети, будут и деньги на них Так вот считается Эту сразу фразу мы очень часто слышим Господь всегда даст на детей И уж тем более на внуков Как вы считаете, правильный ли это подход? Ну, наверное, не совсем правильный Почему? Потому что как только у нас появляются такие малыши Естественно, сразу возрастают затраты в семье И вот эти затраты, естественно, каким-то образом должны учитываться в семейном бюджете И, естественно, так как мы считаем, что наши дети должны получать все самое лучшее Естественно, что все это недешево Поэтому каждая семья должна планировать те траты, которые будут связаны с тем, когда появляются дети Желательно это делать еще на этапе, когда до появления малышей остается там буквально несколько месяцев Скажите, а правильная ли позиция, вот у женщин часто такое бывает Сама женщина, сама, иногда так думаю, муж обеспечить Ведь по статистике ежегодно распадается более 60% в семье И это только в России То есть женщине-то надо надеяться, наверное, не только на мужа, но и самую себя Ну, в первую очередь, конечно же, в каждой семье и в каждом личном бюджете Должны быть так называемые подушки финансовой безопасности То есть не только семейный бюджет должен быть защищен от всевозможных неурядиц Но и бюджет каждого из нас Но вы сейчас, вас многие могут понять превратно Я знаю, вот у меня есть несколько знакомых, которые втайне от мужа Даже когда у них еще все хорошо в семейной жизни Они какую-то часть денег, так скажем, переводят на свою карточку О существовании которой муж иногда и не знает Вы об этой подушке безопасности говорите? Ну, может быть и в такой ситуации оказаться Ну, что мы советуем сегодня Нет, ну это абсолютно правильно будет Причем я считаю, что в данной ситуации, конечно, муж должен знать о существовании такой карточки Почему? Потому что всякое может в жизни случиться Дорогой, ты знаешь, что если мы с тобой расстанемся, у меня на всякий случай есть карточка Так что будь любезен Нет, здесь вопрос не в том, что, дорогой, если мы вдруг с тобой расстанемся Здесь, наверное, ситуация, когда муж вдруг может оказаться без работы По той или иной ситуации Предположим, какая-то травма, отдыхали где-нибудь на горнолыжном курорте Что сейчас муж получил травму И семья не получает какой-то доход А муж, естественно, единственный основной поставщик денег в семью И вот когда такая заначка есть у женщины Она может сказать, дорогой, не переживай У меня определенная сумма скопилась Пока ты еще катался, деньги мы успели накопить Да, деньги мы успели накопить Тем более ситуация такая, что у нас, как показывает статистика, опять же Женщины более экономно подходят к бюджету, нежели мужчины То есть, как всегда была основная задача мужчины Это принести домой тушу мамонта А уже женщина решала, как ее распределить так Чтобы хватило и на сегодня, и на завтра, и, может быть, и на будущем Поэтому зачастую вот именно доверить управлению семейным бюджетом женщин Это абсолютно правильная позиция Спасибо за доверие Давайте теперь поговорим об игрушках и о счастливом действии Детстве 2-3 тысячи в месяц на новые игры Не такая уж и колоссальная сумма Однако уже к первому классу можно было бы сэкономить порядка 250 тысяч Вот такие данные приводят сегодня на одном из сайтов Как здесь правильно расставить акценты, как вы считаете? Ну, наверное, в первую очередь дети должны понимать, откуда деньги берутся То есть, очень часто бывает ситуация, когда мы видим картину Ребенок стоит возле банкомата, нажимает на клавиши Либо стучит ногами по банкомату Это вы сейчас не про мою дочь рассказываете? Не знаю, может быть, и вашу дочь видели Потому что он видел, что мама подходила, нажимала на клавиши, и оттуда появлялись деньги Да, она искренне считает, что если все время вставить карточку, они оттуда выйдут Правда, вопрос, как они туда попадают, ее, конечно, не волнует И, конечно, второй момент очень важно, чтобы дети понимали, насколько востребованы те или иные игрушки То есть, ребенку всегда можно объяснить, что можно отказаться, скажем, от какого-нибудь игры сегодня В пользу того, чтобы в будущем, через полгода или через год взять уже, например, планшетный планшет И он может быть не только применен в качестве игр, но и в дальнейшем уже непосредственно в процессе обучения, в школе и так далее Алексей Владимирович, то есть, вы считаете, что разговоры о деньгах и о финансовом инструменте в семье при детях – это правильные разговоры? Это правильно, и правильно, если детей привлекают, в том числе к управлению семейным бюджетом Когда им объясняют, что сэкономленные 500 рублей или 1000 рублей, не потраченные на дополнительные какие-то игрушки Могут позволить ребенку в следующем году поехать в какой-то детский хороший лагерь А с какого возраста, как вы считаете, нужно уже начинать говорить о финансах с детками? Ну вот практика в нашей стране, в частности, в Волгоградской области, там уже начинается с дошкольных учреждений заниматься детьми Рассказывают о том, откуда деньги произошли, для чего деньги нужны, потребности, которые существуют в семье, как деньги достаются, что такое профессия И дети начинают активно в это увлекаться и разбираться А как вы считаете, правильно рассчитывать на то, что ребенка вырастите и в старости он вас обеспечит? И вообще рассчитывать на это? Ну, как мы видим, сейчас у нас так развивается экономика, что мы видим, что в старости нужно заботиться самому себе Поэтому у нас и пенсионные реформы проходят неоднократно, мы видим то, что у нас накопительность То есть на ребенка, надейся, а сам не плашай Спасибо большое, это были прекрасные советы от начальника отдела корпоративного управления Департамента инвестиций и развития малого и среднего бизнеса Краснодарского края Алексея Белого Спасибо вам за то, что смотрели итоги делового дня Впереди страна и мир, дождитесь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!